онкология не выбирают да как ты какой здоровый образ видишь не ведешь жизнь и смерти какая квота человек умирает какие квот лекарства от рака крови существует она у нас самих стать спящим ангелом и потом когда вам поступит звонок что какому-то пациенту нужна помощь и вы последний шанс для этого просто не сомневаться проснуться и лететь в то место которое требует всем привет дорогие друзья сегодня мы с александром побеседуем пообщаемся и ответим наверное не то чтобы всем на вопросы мы ответим вам на вопросы еще и друг другу александр приветствую это человек который ворвался в мою жизнь когда узнал о моем диагнозе в тот момент мы еще помогали они то есть жили ее истории и александр наверное тот человек который также был неравнодушен очень сильно но александр наверное пару слов сейчас расскажет о том что кто он откуда он и как он появился вообще в этой всей истории да потапушкин александр донор костного мозга состоявшийся как получилось то что я стал донором как бы это один путь второй путь до меня все-таки дошло что нужно об этом рассказывать людям как это получилось когда феврале месяце я вернулся из питера после донации думал никому ничего не буду об этом рассказывать ну как есть так есть промолчу сделал доброе дело забыл сделал небольшой пост у себя в контакте просто общий про донорство мне написала девочка девочка написала саша что случилось да ничего не случилось так и так я стал донором костного мозга ну к сожалению мне не поможет пересадка костного мозга у меня по лимфе вот у меня сейчас уже три химиотерапии было здесь в тюмени 5 в москве и когда я лежал в москве со мной лежали пациенты которым именно нужна была трансплантация это молодые девчонки маленькие совсем дети и я видел когда молодого человека увезли в реанимацию больше не увезли и не привезли оттуда все меня это был такой первый щелчок думаю ну ладно потом проходит буквально два-три дня мне супруга говорит а ты знаешь что у сереги у механина рак крови я говорю нет не знаю я сразу захожу на твою страницу смотрю твое интервью когда молодой человек здоровый сильный и со слезами на глаза у кого говорит о своей болезни вот такой диагноз выкатили поставили я понимаю что нужно чем-то помочь я начинаю писать тебе мы с тобой общаемся разговариваем это было голосовые сообщения и я помню тот момент когда ты мне сказал александр давай запишем какой-нибудь видеоролик что-нибудь придумаем до сих пор мы не можем записать это видео поэтому вот сейчас можно сказать что это исторический момент потому что у нас очень много накопилось и мы можем вечно наверное уже часами до рассказывать первое наверное разные истории рассказывать плохие к сожалению для нас в опыте моменты продвижения и помощи здоровым оказывается как оказалось людям ну то есть как бы но на этом никто не остановился не опустил руки хотя честно помнишь момент был когда это все прям узналось когда ты вроде там помогал переживал писал звонил и потом помнишь как вот как вот просто рассадим и понимаем что это вообще это жесть это вот эти чувства наверно но тяжело да там вообще даже передать но я думаю многие те кто помогал кто был рядом в тот момент они даже мне звонили со слезами на глазах что как как я сижу и плачу то есть там прям но эмоционально конечно качели вот эти раскачаны были прям не могу ну конечно тогда было привлечь привлечены не только тюмень там был и омск я сам ездил в омск найти за пробежки забежки в омске там мечты мечтал супруги там съездить свози меня я там училась меня посмотреть я нет мне некогда а тут какая-то пробежка саша взрывался поехал для чего просто помочь ну на тот момент ты не понимаешь это все было насколько искренне да то есть как бы сейчас это да конечно мы называем сейчас те все слова это все ничего не значит но тем не менее когда александр также проникся той историей про анну и также включился в помощь когда из тюмени эта история уже перешла до омска то вот на тот момент на том моменте я перестал уже как бы особо там каждый день это все изучать смотреть что и где я спрашивал александра он мне всегда с радостью говорил что мы обратились в красный крест мы обратились ну там и всевозможные смены были и соответственно все поддержали друзей поверили работали да вот поэтому вся история отобернулась у нас как бы в немножко вследственный комитет в разные какие-то определенные моменты обстоятельства и разбирательства то есть как бы но к сожалению лично от себя могу сказать что во всей этой заварушки которые люди которые меня окружили диагноз только у меня и здоровые люди меня уже замучили как бы своей помощью и не только помощи сейчас говорю про то именно инцидент который произошел но сейчас как там проходят дела то есть как бы на каком этапе ты не в курсе когда же тебя оборвалась цепочка слушает цепочка оборвалась наверное вот в августе месяце когда мы пообщались с федеральным регистром когда наезды вот эти вот были да вы там пихали вот это все да вы там во всем виноваты вот потом еще где-то наверно неделя две-три и потом как-то ну от меня это все так уж значит можно скажу да вот человек с диагнозом и человек который реально стал донором не на словах здравствуйте мы обвиняемые нас на нас все думают да давайте поставим лайк колокольчик подписка я не знаю вот это прям вот переворачивает даже не на 180 там на 360 вообще всю нашу так скажем какую-то я из последних сил психологических всяких разных стараюсь как бы там да нормально все прорвемся голос ствол пистолетом не знаю там хвост пистолетом голос погромче двигаться александр там все надо делать всех там спящих ангелов разбудить чтобы они потом конечно же стали спящими но до определенного момента люди включились и действительно до сих пор они как бы поддерживают и помогают но потом опять ты такой знаешь и поэтому у многих людей знаете наверно выключается этот помощник выключается этот спасатель потому что типа знаю эти все истории но мы не униваем поэтому мы двигаемся дальше да тоже много звонков было и большинство конечно говорили ну что произошло то произошло главное не останавливайся и двигайся дальше это конечно поддержка была со всех со всей страны как бы писали потому что информация же была раскидана везде и москва и питер все поддерживали вот смотри то есть как бы ты уже много работы действительно вообще как бы проделал да то есть ты с этой историей был уже наверно не одни на одном там и телевидении и сми и радио то есть и где-то мы вместе эти все проходили моменты я просто всегда сижу и думаю что когда-нибудь надеюсь очень надеюсь появится человек какой-нибудь регистр какие-нибудь люди которые тебя сделают уже таким как они нам сказали тогда провозглашенным а вот сделают тебя не провозглашенным а самым искренним и настоящим и тогда как бы работа пойдет больше просто такое надо ощущение что кому-то выгодно чтобы это просто вот было на уровне простых смертных то есть как бы и не вылазила наружу и не было этого масштабе хотя поверь да вот сколько работа уже проделана если бы эта работа проделана была в масштабе насколько бы уже можно было гораздо громче заявлять и говорить и тем не менее своими ресурсами мы маленькими тем не менее будем стараться и мы видим же результат люди помнишь да то есть сколько было обратной связи и сколько было моментов что типа все я в регистре я в регистре люди даже счастливые конечно дойдет когда дело конкретно да то есть как бы до момента например стать настоящим донором я думаю наши люди которые знают эту историю они даже не откажутся вот мне кажется 99 процентов может быть но будем надеяться что это будет прям действительно круто она действительно когда сталкиваешься когда в семье когда у кого-то близких онкологии или еще что-то человек все равно становится неравнодушным каждому моменту и когда вступает регистр да и вот те точно уже не откажутся потому что это на самом деле не знаю почему люди боятся информации в интернете куча нигде там никто не пишет что это больно но видите то есть в интернете мы же сами как в интернете это же много всего читал в интернете дает то есть как бы там есть когда плохо со всем вот прям совсем плохо как бы еще и очень много даже когда мы пропагандировали так скажем да до наста толкосного мозга и очень много слышал и видел рядом стоящий человек этот человек просто не знал что я пришла тут поговорить на то есть якор создаем обещай То есть, и он уже других убеждал, что, ой, не надо, это же психосоматика Сейчас внедрятся в тебя, выкачают из тебя, там, из спины, из твоей, там, вот столько вот, там, не знаю, достанут всю эту слизь Там, серый мозг, как мы привыкли, у карася, у рыбы, когда, знаешь, съешь мозг, станешь умным Выкачают из тебя все, и ты такой весь, там, вообще, это вмешательство То есть, это психосоматика, от психосоматики зависит многое даже, там, ну, то есть, короче, я такой сижу, смотрю, говорю, а быть-то как? Ну, типа, ну, все, ну, хорошо, тогда назовем это естественным отбором, что ли, ну, как, ну, как, блин, ну, если есть решение И есть даже вообще нации, да, которые не болеют, а мы, вот, например, столкнулись с таким недугом И, по идее, это должно объединять, а не наоборот Ну, как говорится, вот, включаются те люди, да, на самом деле, которые, вот, как ты говоришь, в семье было, там было И эти люди, они часто пишут, они часто звонят и говорят, у меня, вот, я пережил эту ситуацию, историю То есть, как бы, что делать? Я готов, я хочу То есть, как бы, а еще больше, знаешь, мне, например Вот, представь, я не знаю, что срабатывает у человека, да, в головном мозге Но он мне запишет и говорит, Серег, давай, держись У меня близкий просто умер от рака Я такой, буду держаться Поддержка Буду держаться, просто человек не знает, как поддержать Это нормальная ситуация, то есть, большинство людей до сих пор молчит Но хоть как-то они сказали, да, то есть, хоть как-то проявили свое, как бы, желание сказать этим, поделиться Я это, как бы, очень хорошо воспринимаю И хорошо, что я это хорошо воспринимаю Я бы, наверное, уже давно слег бы, замкнулся У меня были периоды, когда прям не хотелось ни о чем говорить, ни с кем Я сидел, думаю, да и до сих пор вот бывает Думаю, мы же с тобой общаемся, когда, а там приглашают на мероприятие И сам же видишь, я езжу через раз Потому что постоянно поднимать эту тему, ну, не сильно хочется Это тяжело То есть, будь я донором, конечно, мне бы хотелось об этом говорить самому И возможности нет Я говорю, вот это вообще такой ультиматум, такой прям, да И сидишь, думаешь, ну как, как А мне, например, человеку, который, ну, без пяти минут, может быть, понадобится донор Как бы и говорить об этом неохота Но, тем не менее, мы перешагиваем через себя То есть, как бы, ну, и потом нас называют сильными Вот много, да, кто начинает говорить, что это там больно, страшно и тому подобное На самом деле, вот состоявшихся доноров сейчас в России, которые не родственные именно доноры Чуть больше тысячи человек И вот если спросить у любого, все скажут, что это доступно Ну, все хорошо, да? Да, потому что 90% у нас все думают, что костный мозг, да, это вот правильно, как ты показал, у спины Вот уже не так Разберитесь, да? Есть костный мозг, да, он в костях, есть спиной он в спине, есть головной Вот включите его, пумс, посмотрите информацию, почитайте и все Это просто фабрика крови Ну, давай буквально на пальцах Вот человек сейчас посмотрел, сказал, там, хочу стать донором Это не донор крови, но тем не менее, мы сдаем, приходим в пункт сдачи, пункт забора крови, да Либо какие у нас организации там КДЛ, Ситилаб Которые принимают Все, они пришли Заполнили анкету, у них взяли 3 мл, как при обычном, в общем анализе Забрали все и отправили в Москву, либо в Киров Там выделяют вот этот Эшеля-генотип, который нужен для того, чтобы выяснить совместимость Ну, и получается все, и сколько человек примерно ждет, потому что мне многие люди говорят Серега, когда я попаду в рейстор, я, говорит, вообще, кому писать, я отправляю всех к тебе Но ты тоже, как бы, иногда не имеешь же, там, такого статуса, да, чтобы позвонить, сказать Здравствуйте, у нас там вот такой списочек, мы его там подали, да, мы же работаем, то есть Ну, как это, можно назвать, работа, да, то есть пропагандируем это все тоже уже во благо Мы знаем просто людей очень много, кто нуждается прямо сейчас И есть люди, да, ты говорил, что история, которому, ну, нету прям вообще никакого донора Не то, что там в России, еще и за рубежом, и человек просто, а вот эти квоты То есть, я лежу, мне надо помощь, нужна квота Какая квота, человек умирает, какие квоты, давайте быстрее, у вас что там, очередь, вы не справляетесь Почему так, почему такая проблема Я говорю, что, блин, как быть-то, у меня вот, например, вообще все вперемешку То есть, я бы говорю, у меня вот иногда злость переполняет так, что, как бы, в смысле, какая может быть квота Какая может быть очередь, у вас что там, работы не хватает или что Или как бы там, а, да, все, как они оценивают это все, почему так Еще момент, очень такой, наверное, для меня немаловажный У нас есть федеральный регистр, есть национальный регистр То есть, они тоже, как бы, друг от друга, так, как мы выяснили, да, там, отличаются То есть, есть, там, бесплатный, некоммерческий, да, и платный, коммерческий То есть, как бы, как вот здесь быть Вот чисто, наверное, просто, наверное, мы тут не всесильны обсуждать и осуждать Мы всесильны просто сказать свое мнение На данный момент свое мнение Потому что оно может исправиться, измениться, да, то есть, как бы, это без проблем Потому что они также все приглашают И даже здесь у нас начинается Тут надо, тут не надо, тут плохо, тут хорошо Ну, то есть, как так, почему так Ну, давай начнем с того, что по типированию, да, человек сдал 3 мл крови Это ушло, в среднем, это, чтобы от этого все протипировали Выделили этот генотип, уходит 3-4 месяца То есть, если люди вчера сдали, то 3-4 месяца нужно подождать Кто вступает в KDL City Lab, у них хорошая обратная связь есть Они присылают в WhatsApp, на почту сообщение Когда пришла кровь, у человека еще раз спрашивают, готовы, не готовы Есть ли какие-то вопросы Все, начинают типировать Буквально 3-4 месяца все, ему приходит сообщение, что вы в регистре Вот, то идет через станцию переливания крови Они пишут то, что факт заполнения анкеты является то, что вы в регистре Там маленечко сложнее Это, да, это все федеральный регистр Федеральный регистр образовался 2 года назад По указу президента у нас в стране было 19 разрозненных регистров 19, то есть каждый в каком-то регионе у себя типировал И потом, чтобы найти, допустим, донора, нужно было обратиться в каждый регистр Да, президент посмотрел на это на все Так, давайте все объединяемся И вот по указу президента 2 года назад они вроде бы как объединились То есть сейчас база общая, но там еще есть свои какие-то недомолки, недопонимания Поэтому с этим вот нам нужно в первую очередь разобраться То есть как бы зачем мы сейчас об этом говорим Вот я лично, лично я говорю об этом Потому что, ну, наверное, еще раз повторю Донорам быть, наверное, даже приятней, чем пациентам с диагнозом, да? К сожалению, но я сейчас про себя То есть как бы и без 5 минут, может быть, там, да, не дай бог понадобится, там, да, там, донор И сталкиваться, бегать с этими проблемами И слышать из одного чайника, что у вас тут все прекрасно, все хорошо, все бесплатно А тут же видеть, как везде без ума собирают какие-то деньги на лечение У меня сразу же становится какой-то резонанс Почему так? Какие-то смски, сборы, баслословные суммы и так далее То есть что здесь? И у всех людей, которые сейчас слышат, все же бесплатно А тут же собирают деньги То есть как бы, и вот тут опять, почему так происходит? Вот как? Ты не в курсе? Просто вот мне интересно Я тоже, к сожалению, вот не в курсе, почему так происходит Вот пускай, я не знаю, давайте вот вместе пообсуждаем Надеюсь, что, может быть, в этой всей ситуации нас посмотрит кто-то, высокостоящий, к примеру, да То есть может какие-то коллегия врачей, может какие-то специалисты Потому что мы даже, помнишь, были на прямом эфире И была заведующая гематологией, да То есть мы там пообщались, обсудили какие-то моменты И бывает просто где-то не доходит информация Я называю это импульс информации Вот импульс пошел, где-то он потух То есть как бы иногда не доходит до многих людей И честно, да, мы тут такой с тобой что-то разговариваем Пока мы с тобой здесь разговариваем Дай бог сейчас у всех происходит Этот, ну, донорство, да То есть у всех происходит как бы переливание там костного мозга и так далее И они скажут, что все, мы победили И вся семья, все поколение будет счастливо Потому что умирает в семье один человек Умирает, можно сказать, что, ну, поколение, фамилия, имя и многое всего Ну, и надеюсь, что не сидят люди в коридорах И сейчас, не дай бог, те люди, которые только узнают о диагнозе Они сейчас превзоходят такой жесткий шок Когда каждый реагирует по-разному То есть, знаете, меня все бы спросили, наверное Ты, наверное, подумал, почему именно я? Я говорю, да, я вот искал год и два месяца эту всю историю И уже каких-то сомнений не было Знаешь, я уже все переварил, совсем переспал И понял, что, если даже я узнаю, ну, как-то отреагирую там Ну, так, как так, в принципе, и получилось Как уже, как отрепетировано, знаешь, было Да, тут онкология не выбирает, да Как ты, какой здоровый образ ведешь, не ведешь Просто бах, какой-то точечно бам стрельнуло Все, за что, почему, как, ответов нет Ну, вот поэтому здесь немножко грустно Ну, и, конечно, мне тоже, вот у нас же, да, есть какая-то статистика Которая везде все пишут Опять вернемся к тому, что, почему люди там некоторые ждут Мне вот тоже, допустим, интересно Да, мы везде говорим, что у нас в стране заболевает раком крови 25 тысяч человек Ежегодно? Ежегодно Пяти тысячам, то есть, пяти тысячам требуется пересадка Трансплантация костного мозга Тысяча из них дети А сколько вступают в регистр? В год? В регистры? В регистры? Нет статистики Ну, у нас, понимаете, это как деторождаемость, да, и смертность То есть, как бы, вот оно вот Ну, сейчас, жизнь и смерть Гдеторождаемость, а мы смертность То есть, это вот разница Тут примерно то же самое должно быть То есть, как бы, вступление в регистр Если статистика эта есть Так почему бы не сделать свои усилия, чтобы эта статистика превосходила тех Хотя бы, хотя, ты же сам говоришь, что на одного человека, которому нужен донор Может быть, что и во всей стране не будет, да, то есть, как бы, и прикинь Так, а мы хотя бы, надо понимать, ну, не знаю, сколько в год в процентном соотношении 25 тысяч у нас, к сожалению, да, то есть, заболевают Тогда мы должны 250 тысяч, ну, хотя бы, регистрировать Ежегодно Ежегодно, то есть, это все нужно быть в работе Ну, если не больше Потому что, если взять ту же Германию, да, у них сейчас потенциальных доноров, кто в регистрах состоит, там 11 миллионов Взять нашу страну, у нас сейчас чуть больше 350 350 А когда вообще приказ президента ушел? То есть, может, есть ли его посмотреть? Может, мы его покажем, смонтируем? То есть, как бы, этот, мы покажем приказы, то есть, о чем говорят, то есть, как бы, пойдем, наверное, не знаю, там, в инстанции Говорить, ребят, какая на сегодняшний день, не знаю, там, ведется работа Об этом можно всегда говорить, везде говорить, со всеми говорить, пропагандировать Потому что, вот, мы занимаемся, там, общественной деятельностью, да, у нас там много мероприятий, спортивных в том числе И мы можем параллельно-то об этом всегда упоминать, рассказывать Потому что, честно, я вот живу, например, и нигде не вижу Знаю, например, тебя, но сейчас, конечно, я вижу это и завсюду, потому что меня все это окружает А до этого момента я был абсолютно спокойно, равнодушен Я где-то слышал, что где-то, но не у нас, да, то есть, как бы, и вроде как это Но я не знал, только теперь понимаю, почему каждый врач задает вопрос, когда смотрит анализы Что-то еще, там, а в родне не было, там, никого с онкозаболеваниями И там, вот это вот весь момент такой, ты сидишь, думаешь, блин, а что они так спрашивают У нас вроде все у всех, кстати, у всех, у меня все бабушки, дедушки То есть, как бы, там у всех все хорошо То есть, как бы, а я, получается, начинатель рода этого, а онкозаболевания, что ли Не дай бог, конечно, но тем не менее Александр, смотри, то есть, как бы, мы примерно выяснили, да Как сдать, как стать, как попасть Какие-то вопросы, которые у нас с тобой есть Мы не можем на них найти ответ То есть, ну, наверное, задача наша – найти ответы на вопросы Я думаю, если нас кто-то увидел, услышал, нам помогут Мы будем только рады, да, на доброй ноте, на хорошем взаимоотношении Ко всем абсолютно, ко всем регистрам, ко всем людям, ко всем волонтерам-медикам Ко всем медикам, то есть, как бы, в любом случае Не хочется слышать фразу Найди своего врача Хочется, чтобы в этом направлении, в этой деятельности Был твой врач, чуть ли не каждый, когда он тебе нужен Это, чтобы он твоим был именно врачом Потому что, честно, можно рассказать, наверное, ну, не знаю Уже целый выпуск сделать о том, какие истории будут И пригласить этих людей, там, честно, ну, плакать хочется непроизвольно Когда ты там смотришь, слушаешь, да, там То есть, там, девочка у нас знакомая есть, которая там И пережила операцию, и пересадку, и восстановилась И там такие страшные слова от врачей были То есть, как бы, мы сейчас взрослые люди И мы за свои слова отвечаем, что, ну, к сожалению, все Там, рецидив, ты умрешь, там, вот эти все моменты А потом, когда она перешагивает через себя Звонит своему онкогематологу И говорит, что я жива, в надежде услышать радостное что-то А, ну, да, да, хорошо, окей Ну, типа, и вот настолько не были лица вот эти вот Ну, у них не поверят Как говорят, расскажешь, не поверят Вот эти такие настолько, эти страшные истории есть Они происходят прямо сейчас В нашем, так скажем, вот, вот, вот В нашем окружении тех людей Которые сейчас, как бы, неравнодушны Борются и хотят, чтобы все действительно было классно Поэтому, ну, что, что можно, что здесь можешь пожелать Что можешь сказать Вот смотри, вот сейчас ты двигаешься, развиваешься Какие твои пожелания, вот, как бы ты видел себя в развитии Ну, наверное, хочется всем сказать, что первое лекарство от рака крови существует Оно у нас самих Чтобы стать донором, нужно потратить 15 своего времени, минут Вступить в регистр, стать спящим ангелом И потом, когда вам поступит звонок Что какому-то пациенту нужна помощь И вы последний шанс для этого Просто не сомневаться Проснуться и лететь в то место, которое ты требуешь Ну, что, дорогие друзья, на этой прекрасной ноте Для, наверное, популяризации и развития Жизней наших людей, наших соотечественников Тех людей, которые нас окружают Чтобы на самом деле поменьше собирали смс-ками денег Чтобы побольше этих денег было там, где это необходимо Чтобы поменьше, так скажем, мы слышали о слове квота И что люди ждут своего часа, лежа уже в больнице Я думаю, если человек попал в больницу И ему срочно нужно Я думаю, нужно сделать все самое необходимое Чтобы этот человек уже оперативно получил лечение Да, мы понимаем, что есть разные подводные камни Мы изнутри там много чего не знаем Тем не менее, но поверьте Мы здесь донор и человек с диагнозом Говорим об этой проблеме, чтобы, наверное Услышали не только нас Услышали, наверное, всех, кто в этом нуждается Спасибо, да?